Что касается темы моего выступления. В числе причин ожесточенности и длительности гражданской войны в Сирии, многолетней братоубийственной войны всех против всех в Ираке, массовых жертв среди мирного населения, в числе других факторов является участие в боевых действиях на стороне различных террористических формирований иностранных граждан. В отличие от местных участников бандформирований, которые стараются не допустить разрушения в местах проживания своих родных и близких, не участвовать хотя бы в публичных казнях, причинств их ничего не останавливает. Палачи, проводящие публичные казни под камеры, в основном являются гражданами иностранных государств. По данным различных источников, первые иностранные боевики появились в Сирии в 2012 году. В Ираке намного раньше. По состоянию на июнь 2014 года, только в Сирии в различных экстремистских группировках насчитывалось уже порядка 12 тысяч иностранцев из 81 страны, а в начале этого года уже где-то около 31 тысяч иностранцев из 86 стран. Согласно исследованию, проведенным одним из американских партнеров Института Востоковедения, больше всего за этот промежуток времени выросло, по его утверждению, почти на 300% число боевиков, прибывших в Сирию и Ирак из России и ряда стран СНГ. С помощью наших партнеров из числа официальных сирийских структур, а также бойцов из отрядов ассирийцев, сирийских и иракских курдов, сражающихся с джихадистами, мы провели собственное расследование. Сколько на самом деле Сирии и Ираке находятся, или находились наши сограждане и граждане стран СНГ, точно сказать сложно. Но среди них были и, возможно, находятся граждане России, в частности, уроженцы ряда регионов Сирокавказского и Проволского федеральных округов. Начиная с 2013 года стал отмечаться выезд в Сирию и Ирак для участия в боевых действиях на стороне различных экстремистских формирований в начале в основном людей молодого возраста, а затем уже и целых семей. Приобретя практический опыт, оставшийся в живых возвращается на родину, нередко с конкретными поручениями своих иностранных спонсоров с целью возобновления террористической деятельности на территории России. Факты, подверждающие это, к сожалению, есть. Достаточно посмотреть сообщения последних дней Федеральной службы безопасности. В той или иной степени аналогичная картина складывается в Азербайджане, Грузии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, граждане которых также являются участниками экстремистских формирований в Сирии и Ираке. Причины радикализации и вступления в ряды экстремистов в разных странах варьируются. Общие для стран СНГ назову только основные. Первое – это безработица среди молодежи. Второе – коррупция, в том числе в органах правопорядка. К сожалению, этноклановые и коррупционные взаимоотношения в ряде мест вытеснили правовые, особенно в Республике Дагестан. Нормой поведения стали игнорирование общественных интересов, пренебрежение нормами права и морали, безответственность, живость и продажность отдельных чиновников различного уровня, беспредел его растосов с их стороны. И третье – это расслоение общества на узкий круг очень богатых и массу бедных и, естественно, обозлённых людей. Всё это – благодоверятная почва для появления радикальных идей переустройства общества старых как мир, граб награбленное и всё отнять и поделить. Обездоленные люди – это хороший материал для тех, кто, оставаясь в тени, использует их под прикрытием защиты ислама мусульман для достижения своих коростных целей. В основном это получение неограниченно диктаторской власти с целью извлечения максимальной прибыли. Причём это касается не только Сирии, Ирака, Ливии, но также было раньше и в Косово, Чечне, других регионах мира. Там, где ослаблены государственные органы, или государство уже не действует вообще, там легче проворачивать разного рода неблаговидные дела. Производство и торговля наркотиками, торговля людьми и человеческими органами, разграбление культурных памятников, торговля археологическими артефактами, торговля нефтью. Обороты такого рода бизнеса на крови и страданиях миллионов людей, в первую очередь мусульман, которые джихадисты как бы защищают и счисляются астрономическими суммами. Мы совсем недавно получили данные о том, что уже когда начались бои за город Мосул, самолётами лёгкомоторной авиации доставлялись из ряда ближайших стран налом туда доллары для проплаты денег воюющих там боевикам. Сами же радикалы, естественно, сообщают о себе только хорошие. Их вербовщики работают как традиционными методами в мечетях, на рынках, в трудовых коллективах, учебных заведениях, в местах лишения свободы, так и активно задействуя средства массовой информации, благосферу и социальной исследеции. Стараниями террористов интернет стал важнейшим инструментом в формировании ультрарадикального мировоззрения, целенаправленной идеологической обработки. В нём функционируют сайты практически всех международных террористических организаций, а материалы террористической и экстремистской направленности публикуются в более чем на 40 языках. Террористы активно используют современные технологии и продавные продукты, позволяющие шифровать свой трафик и обеспечить анонимность. На это идут десятки миллионов долларов, привлекаются лучшие специалисты мира. В числе мотивов движимых людьми, стремящихся попасть в ряды экстремистов в Сирии и Ираке, основным является материальный, что бы кто бы ни говорил. Далее следует жажда приключений. Среди них есть такие, кто не понимает даже сути происходящего, приезжает на Ближний Восток романтиками, а уезжает, если посчастливится остаться в живых, бандитами, убийцами, почувствовав запах человеческой крови и уверившись в свою безнаказанность. Есть среди тех, кто стремится попасть в Сирию и Ирак, и немало патологических убийц, не способных нормально существовать, без жестокости и насилия над другими. В этом году Американская военная академия Вейспойн провела исследование, является ли религия основным мотивом вступления боевиков из числа иностранцев в ряды террористических организаций. Ее специалистами были опрошены 1200 человек из многих стран, прошедших Ближний Восток или собирающихся выехать туда. Подавляющее большинство опрошенных ответило, что религия не является самой сильной движущей силой, повлияющей на их выбор. Функционеры террористических организаций, наоборот, предпочитают тех, кто далек от какой-либо религии или имеют о ней весьма смутное представление. Вот как рассказал нам один из бывших боевиков из числа граждан России, находящихся в настоящее время под следствием, полевой командир руководящего группой Сирии вообще не имел никаких знаний ислама, кроме как Аллаху Акбар и Такфир. Его окружала такая же личная охрана. Люди неграмотные, без идейного стержня – это все равно, что пластилин. Лепи из него, что хочешь. Немалую часть составляет тех, кто по каким-либо причинам был обижен у себя на родине власти или потерял ориентиры в жизни, поверил в мир справедливости и равных возможностей, обещанных экстремистами. Всех иностранцев чаще всего используют в качестве простого пущенного мяса. К примеру, можно привести великое множество. Взять только вот июнь 2014 года, когда шла битва за сирийский город Кабани. В первых волнах, как баранов на убой, полевые командиры гнали в первую очередь только что прибывших в Сирию, выходцев из стран СНГ. Итог – десятки погибших. Наши сирийские партнеры передали нам потом копии документов, которые обнаружены на местах боев. Мы их частично обобщили. И вот по ним, по паспортам, визитным карточкам, кредитным карточкам в принципе, можно изучать географию бывшего Советского Союза. Спрашивается, ради чего и ради кого молодые парни ехали туда погибать. Для идеологов-экстремистов, так называемая пехота, в число которой входят и выходцы из стран России и СНГ, это обыкновенный расходный материал. Вот это должны уяснить те, кто собирается ехать туда воевать за чуждые им интересы. С началом операции российских воздушно-космических сил Сирии поток иностранных добровольцев сократился. Тем не менее, судя по сообщениям некоторых наших ближневосточных партнеров, существует система вербовки новых кандидатов в шайтаны, на организацию которой вложены огромные деньги некоторыми странами Ближнего Востока, ну чего греха таит, Саудовская Аравия и Катаром, по-прежнему функционирует. К сожалению, вместо того, чтобы совместно работать по раскрытию этой международной сети и пресечению ее деятельности, западные и некоторые ближневосточные партнеры России предпочитают духи агитпропа лить крокодиловые слезы по террористам, выступая в их защиту, обвиняя нашу страну во всех смертных грехах. Возникает сакраментальный вопрос. Что делать? Терроризм и экстремизм являются реальными угрозами национальной безопасности России. Для противодействия терроризму в нашей стране создана и постоянно совершенствовала правовая база. Определены субъекты руководства борьбы с терроризмом и привлекаемые для этого силы и средства. В рамках единой общегосударственной системы борьбы с терроризмом и экстремизмом функционирует национальный антитеррористический комитет. Но уповать только на работу спецслужб нельзя. Да, они делают свое дело хорошо. Достаточно посмотреть сайт национального антитеррористического комитета, но спецслужбы они не боги, они такие же люди, как и все. Кроме того, у них нет тех полномочий, которые есть у органов власти в сфере экономики, создания новых рабочих мест, оказания социальных услуг, борьбы с коррупцией. Никогда не заменят спецслужбы и институты гражданского общества, духовенства, ученых-богословов, религиозных авторитетов. Вот как гласит татарская пословица, силы рук можно одолеть одного, знанием тысячу. Понятно, кто сила рук, а кто знание. Знание-то мы все здесь присущи, все и в зале. Вот сегодня очень хорошо о роли ученых-богословов уже говорил первый заместитель председателя духовного управления мусульман России. По моему мнению, никто не должен оставаться один на один со своей бедой, проблемой. Каждый человек должен быть в поле зрения, начиная с главы местной администрации, участкового полицейского, социального работника, имама сельской мечети или настоятеля сельской церкви. Если у человека будет все необходимое для нормальной жизни, обеспеченного его личной безопасности, безопасности у близких, возможность получения квалифицированной правовой помощи и при необходимости защиты, бесплатной медицинской помощи, достойного образования, достойного будущего для детей, тут можно перечислять. Тот никогда и не клюнет ни на какие условия увещевания сатаны, в каком бы облике он не был. От добра добра не ищет. Завершая выступление, хотел бы из своего опыта работы в Афганистане, Средней Азии, на Северном Кавказе отметить, что многое, конечно, не все, зависит от священнослужителя на местах. Они, как никто, знают людей, их беды и проблемы. Они первые врачеватели душевных и духовных негодов человека. Очень бы хотелось, чтобы такие грамотные духовные пастры, работающие непосредственно в земле, было как можно больше. Ну и пользуясь случаем, то, что наша конференция проходит в преддверии Нового года, я хотел бы пожелать всему народу Татарстана всего самого хорошего, мира, спокойствия и благополучия. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok